Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Ольга Ерохина. Смотрите в этом выпуске. В Норильске отметили День Победы. Торжественную церемонию в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне традиционно провели на площади памяти героев. Расходы на сферу образования в этом году увеличат почти на полмиллиарда рублей. Кроме того, добавят бюджетных средств на культуру, спорт, поддержку молодежи и приглашенных специалистов. Норникель и системный оператор Единой энергосистемы России готовятся к совместной работе. Норильско-Таймырская энергетическая компания частично передаст функции администрирования системному оператору. В Норильском аэропорту из-за неполадок с шасси аварийно сел Боинг. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. В России отметили главный праздник страны – День Победы. Торжественную церемонию в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне традиционно провели на площади памяти героев. Как это было, расскажет наш корреспондент. Формирование сводного парадного расчета и колонны автомобильной техники началось за несколько часов до церемонии на Ленинском проспекте. 9 мая остолбики термометров в Норильске крепко держатся за отметки ниже нуля. Поэтому участники парадного расчета одеты в тулупы из овчины, юфтевые сапоги, меховые шапки-ушанки, военные галифе, которые предоставил музей боевого братства. В парадном расчете более сотни человек. Среди них – служащие местного гарнизона, гувсин, юнормейцы, представители ГО и ЧС. В параде участвуют войска Норильского гарнизона. И мы сегодня тоже будут участвовать спортсмены, дети, школьники, которые в военной форме, стилизованной военной форме времен Великой Отечественной войны, на автомобилях будут участвовать на параде. В автоколонии автомобили УАЗ и ГАЗ, оформленные под военную технику с макетами противотанковых пушек и зенитного пулемета «Максим», а также стилизованный под военный мотоцикл «Урал». Такая техника представляла особую ценность в годы войны из-за высокой маневренности и надежности. Мотоцикл – это «Урал» Ирбитского мотоциклетного завода 1980 года. Можно сказать, это уже потомок тех мотоциклов, которые участвовали когда-то в Великой Отечественной войне. Он очень длительное время стоял, был у нами найден, восстановлен. Ну и вот сейчас на рабочем ходу. Первый раз Норильск празднует День Победы в статусе города трудовой доблести, поэтому готовились по-особенному. Гордость всего Норильска, гордость всей страны, Красноярского края, что город Норильск – это город трудовой доблести. И сегодня, конечно, в особом строю, с особым настроением пойдут наши норильчане во время парада. Я абсолютно уверена и вижу на протяжении всего времени подготовки к 9 мая, к 78-й годовщине Победы, что у нас от маленьких детей, детского сада, школьники, молодежи, вместе с нашими ветеранами, которых, к сожалению, осталось всего только 17 человек, готовы к празднованию Великой Победы – 9 мая. В назначенное время парадный расчет начинает движение к площади героев. Там, перед началом торжественной церемонии, образцовый духовой оркестр «Брасбанда» задает настроение, исполняя композиции «Священная война» и «День Победы». Сценарий церемонии отработан годами. Вот на площадь выносят государственный флаг Российской Федерации и копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова 2-й степени Идритской стрелковой дивизии. Это знамя, водруженное военнослужащими Красной Армии, развивалось над Рейхстагом в Берлине в мае Победного 1945-го. С праздником ветеранов и всех пришедших поздравил глава города Дмитрий Карасев. «День Победы – это и боль, и слезы радости. Это память, которая хранится в каждой семье. Это гордость за нашу Родину, за Победу, за многонациональный народ, который добыл эту Победу». К вечному огню возлагают венки, затем минута молчания, пять символических залпов, воздух, праздничный салют и, конечно, шествие парадного расчета. В завершении церемонии к вечному огню цветы возложили ветераны, официальные лица и горожане. Сегодня в Норильске 17 ветеранов. Это бывшие несовершеннолетние узники лагерей, труженики тылов, вдовы, участников Великой Отечественной войны и два участника событий 1941-1945 годов. Это Дмитрий Иванович Конопля. Ему сейчас 95 лет и ввиду возраста он встретил праздник дома, как и второй участник Великой Отечественной, проживающий в Норильске Виктор Николаевич Греков. Не всем здоровье позволило сегодня быть здесь, но именно они сегодня главные герои. Они и те, кого с нами уже нет, но чьи подвиги мы помним. Герои, чью память мы чтим уже 78 лет. Дарья Каменских, Надежда Балдакова, Александр Вори, Никита Левенец, Владислав Моисеев. Итоги недели. В четверг в Норильском аэропорту совершил аварийную посадку пассажирский самолет, следовавший рейсом авиакомпании «Нордстар» из Уфы. Пострадавших нет. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, 11 мая в 16 часов 15 минут по местному времени воздушное судно совершило аварийную посадку по причине разрушения внутреннего пневматика правой основной стойки шасси. Пилоты благополучно посадили самолет. В ведомстве отмечают, что судно временно отстранено от коммерческой эксплуатации. Следователи проводят проверку соблюдения транспортной безопасности. Еще одно происшествие минувшего четверга – крупный пожар в районе Вальковского шоссе. Горели складские помещения. Огонь охватил полторы тысячи квадратных метров. Вскоре площадь возгорания увеличилась до четырех тысяч. На тушение понадобилось восемь часов. 11 мая в 16 часов 6 минут на пульт диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре в районе складских помещений недалеко от ТЭЦ-1. Огнеборцы незамедлительно выехали на место происшествия. Случившиеся прокомментировали на региональном уровне. Площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания, высокой горючей загрузки. Пострадавших при пожаре нет. На месте работают 62 человека, 16 единиц техники. В полночь удалось локализовать пожар на четырех тысячах квадратных метров. На момент съемки этих кадров днем 12 мая пожарные все еще продолжали свою работу. Наблюдалось задымление. Дознаватели выясняют причины возгорания. Реконструкцию моста через реку Налидную планируют завершить до конца следующего года. Как сообщил глава Норильска Дмитрий Карасев, семилетняя эпопея по подготовке проектной документации, поиска подрядчика и технических решений наконец завершена. Сейчас на мосту через реку Налидную вовсю идут демонтажные работы. Их планируют закончить до конца лета. Предполагается технический перерыв с июня по июль. Не более полутора месяцев. Связано это с паводками. Так как наступает полярный день, смогут работать в две смены. Участок действительно аварийный. Действительно он требует особых и первостепенных вмешательств по ремонту этого моста. И мы сегодня зашли. Подрядчик ответственный. Техника уже здесь на объекте. Люди все есть. Все есть для того, чтобы начать и закончить эти работы. Поэтому я очень рад, что наше МКО «Автодор» выполнило большой блок работы. И действительно мы сегодня можем наблюдать вот эти долгожданные мероприятия по реконструкции моста. 30-метровый мост будет опираться на свайный фундамент. 28 штук на глубине до 42 метров. Это позволит в разы увеличить несущие способности конструкции. Напомню, участок был закрыт в 2016 году. В 2020-м разработали проект реконструкции. А в прошлом году пройдена краевая госэкспертиза. Транспорт по отремонтированному мосту планируют пустить к концу 2024 года. Екатерина Алексеева. Итоги недели. Объем финансирования дорожно-транспортной отрасли предлагается увеличить более чем на 100 миллионов рублей. В итоге расходы на нее в 2023 году превысят 6 миллиардов. Подробнее расскажет Надежда Балтакова. Финансирование муниципальной программы развития транспортной системы предлагается увеличить более чем на 100 миллионов рублей. В частности, более 7 миллионов пойдет на проведение планового ремонта мостов в районе ТЭЦ-1 и через реку Толнахская на дороге к Руднику-Маяк. Более 20 миллионов направят на наружное освещение дорог района Снежногорск. Еще 16 миллионов рублей пойдут на запчасти, обслуживание транспорта и сопутствующие расходы городского автохозяйства. Объем финансирования по мероприятию ремонтной работы дорожного хозяйства увеличивается на 86 миллионов рублей, в том числе на ремонт заявленного объема 26,6 километров автомобильных дорог плюс 99 миллионов рублей в связи со значительным ростом цен инертных материалов и асфальтобетонной смеси на территории муниципального образования города Норильск. Удалось и сэкономить. Снизят финансирование на содержание видеонаблюдения на автодороге Норильска-Лыкель на участке Дока Иркана, на содержание линий наружного освещения и оплату электроэнергии, на содержание теплых автобусных остановок. Кроме того, уменьшилась и стоимость работ по капремонту многоквартирных домов в рамках муниципальной программы реформирования и модернизации ЖКХ и повышения энергетической эффективности. Бюджетные деньги сэкономят на четырех адресах – Севастопольской 1-2, Ленинском проспекте 10-12. Снизятся затраты на проектные работы по 14 жилым домам в районе Толнах, равно как и стоимость установки пластинчатых теплообменников в 15 домах Каиркана. Станет меньше финансирование ремонта муниципальных квартир. По мероприятию «Ремонт муниципальных квартир» предполагается уменьшение объема финансирования на 109 млн 648 тыс. рублей. Эта экономия по результатам торгов были сильные падения на конкурсах. По мероприятию «Снос аварийных ветких строений» уменьшение предполагается на 36 млн 157 тыс. рублей. Речь идет об объекте Кирова дом 11, который проходит сейчас дополнительное обследование на предмет его сохранения и проведения капитального ремонта. Тем не менее, капремонт некоторых других домов в Норильске требует увеличения финансирования. Так, деньги потребуются на капремонт дома на набережной Урванцево 49. Более 3 млн. Нужно больше средств и на ремонт домов краевого культурного наследия. По адресам Ленинский проспект 1, 3, 5, 7. Это более 4 млн. Выделят деньги и на разработку ПСД для ремонта фундаментов домов по улице Ломоносова 3, Севастопольская 2, Ленинградская 3. Суммарно более 2 млн. Включат в расходы городского бюджета и работы по сохранению зданий. Так, деньги пойдут на разработку проектно-сметной документации для термостабилизации дома на Надеждинской 20. Порядка 20 млн. На работу по сохранению устойчивости домов по улице Енисейская 1, 2, 3. Хантайская 11. Суммарно более 10 млн. Укрепят и фундамент жилого дома на Бегичево 35. Это еще 12 млн. рублей. Отметим, по итогам комиссии по городскому хозяйству депутаты утвердили новый титульный список на капремонт жилых домов и рекомендовали учесть новые объемы финансирования программы при корректировке бюджета Норильска на 2023 год. Надежда Балдакова, Никита Левенец. Итоги недели. Герои нашего времени. Всероссийская акция, посвященная простым людям, спасшим жизни других людей или подвигам длиной в целую жизнь. Норильские школьники приняли участие в муниципальном этапе проекта и представили свыше двух десятков работ, рассказывающих о великодушных и самоотверженных поступках своих земляков. Герои среди нас и их подвиги невозможно переоценить. Главный тезис конкурса «Герой нашего времени» федерального проекта «Мир возможностей». В рамках конкурса школьники подготовили свои рассказы о подвигах обычных людей, живущих среди нас. «Защищать, верить и любить свою Родину, быть ответственным за нее – эти качества воспитывают в российском медовом солдате и его командире. Честь солдата, офицера – это святое непоколебимое начало в их душах. Это люди особенные, сложенные из достоинства, совести и огромной любви к Родине, которая сравнила с любовью к матери, к своим родным и близким. Мне кажется, это очень важно сегодня для всех – и для взрослых, и для детей. Именно таким и был мой герой старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов». Герой Кирилла – Нурмагомед Гаджимагомедов. Офицер-десантник в ходе специальной военной операции спас Роту ценой собственной жизни. Солдат был посмертно награжден званием Герой России. Но настоящие подвиги совершают не только военные. Новикова Алина рассказала историю о Марии Черниковой, которая спасла своего дедушку из горящей квартиры. Это случилось еще в 2020 году. Проснувшись рано утром, 15-летняя девушка почувствовала запах дыма. Вышла из квартиры, а затем вернулась и вывела своего дедушку. За это Марию наградили медалью за спасение жизни. Такие истории героизма служат примером для школьников, читает Ирина Субачева, заместитель председателя комитета по образованию и культуре законодательного собрания Красноярского края. Мне кажется, именно в таких работах, исследовательских работах, тогда, когда ребята встречаются со сверстниками, с родителями, то есть со своими героями, либо с людьми, которых знали, этих героев, кого они выбрали для своего рассказа, мне кажется, ребята сами становятся немножечко взрослее, где-то становятся, наверное, честнее, может быть, внимательнее друг к другу. Мне кажется, они вникают в какие-то такие жизненные ценности, становятся ближе друг к другу, учатся взаимовыручки. Мне кажется, вот это вот бесценно. Среди работ норильских школьников рассказы о подвигах врачей, военных и даже сверстников, совершивших самоотверженные поступки. О каждом из них стоит рассказать, как о примере для других. Отметим, по итогам муниципального этапа конкурса отберут пять лучших работ, которые примут участие в региональном этапе. Артем Тютюников, Владислав Моисеев. Итоги недели. Расходы на сферу образования в этом году увеличат почти на полмиллиарда рублей. Кроме того, добавят бюджетных средств на культуру, спорт, поддержку молодежи и приглашенных специалистов. На заседании депутатской комиссии по социальной политике обсудили необходимость внесения изменений в соответствующие программы. Объем финансирования сферы образования вырастет за счет всех уровней бюджетов. Около 104 миллионов рублей добавят из местной казны, 150 миллионов из краевой и более 241 миллиона рублей из федеральной. В частности, порядка 30,6 миллионов рублей выделят на охрану детских садов, почти 42 миллиона на увеличение фонда заработной платы работников дошкольного образования и социальную поддержку детей из семей участников специальной военной операции. В части общеобразовательных учреждений увеличение финансирования составит порядка 362 миллионов рублей. Их направят на охрану учреждений, зарплату педагогов, доплату за классное руководство, а также на устранение предписаний надзорных органов. На комиссии обсудили возможность увеличения количества получателей премии главы города Норильска и расширения бюджета на проезд детей на региональные конкурсы и фестивали. Увеличить количество обучающихся, претендующих на получение премии в размере 10 тысяч с 90 до 160 обучающихся. Предлагаем рассмотреть внесение изменений в доп. меру соцподдержки в части одаренных детей по оплате проезда найма жилья суточных и оплате оргвзносов детям, которые участвуют в олимпиадах, конкурсах, фестивалях различного уровня. В свою очередь, программу развития культуры предлагается увеличить более чем на 62 миллиона рублей. После предложенных изменений общий объем финансирования указанной программы на 2023 год составит около 1,7 миллиарда рублей. На монтаж вентиляционного оборудования, на расходы по размещению твердых коммунальных отходов, для оплаты аренды недвижимого имущества, на приобретение светодиодного экрана, на комплексное техническое обслуживание инженерных систем, систем видеонаблюдения, на зимнее содержание территории, для приобретения мебели и оборудования, для проведения работ по списанию устаревшей периодики. Направят дополнительные средства и на индексацию выплат победителям и призерам молодежной премии главы города, получателям стипендий градоначальника и грантовой поддержки. Напомним, ежегодно 18 человек получали данную выплату за особые достижения в науке, образовании, спорте и иных категориях. За первое место призеры получали 15 тысяч рублей, за второе – 10, а за третье – 5. Понимаю, что с 2014 года уже инфляции, времени прошло очень много, было принято решение, и выносим вам на согласование, за лауреатство первой степени 45 тысяч рублей, за лауреата второй степени 30 и третьей степени 15 тысяч рублей. На развитие спорта потратят еще 31 миллион рублей. Средства пойдут на приобретение инженерного оборудования, обследование спортивных объектов, на необходимость проведения капитальных ремонтов, поддержку физкультурно-спортивных клубов. Что касается муниципальной программы по приглашению дефицитных специалистов, то здесь дополнительные средства в размере более 4 миллионов рублей потребуются на выплату компенсации приезжим работникам за аренду жилья. Также в скором времени для особых категорий граждан будет введена новая мера соцподдержки – замена электропроводки помещения. Все предлагаемые изменения члены депутатской комиссии по социальной политике согласовали, рекомендовав утвердить новые параметры финансирования муниципальных программ при корректировке бюджета Норильска на 2023 год на ближайшей сессии Гурсовета. Дарья Каменских, Никита Левенец. Итоги недели. С 1 января 2024 года Норильский никель и системный оператор Единой энергосистемы России приступят к совместной работе. Компания частично передаст функции администрирования системному оператору. Сотрудничество позволит Норильску перенять опыт управления у российской единой энергосистемы. Норильско-Таймырская энергетическая компания обеспечивает электроэнергией, водой и теплом все районы Норильска и предприятия Норильского промрайона, а также Дудинку и поселок Снежногорск. В июне прошлого года Норникель заключил договор с оператором Единой энергосистемы России для присоединения Норильска к ее оперативно-диспетчерской сети. Частичная передача диспетчерских функций системному оператору обязательно для всех изолированных энергосистем страны, какой и является Норильская. Такое решение связано с изменением в федеральном законе об электроэнергетике. Теперь часть функций перейдет в Красноярский диспетчерский центр. Системный оператор берет на себя только системные вещи. И, соответственно, будет ими управлять, но, опять же, нашими руками. То есть все согласования и команды будут идти отсюда. Главные понижающие подстанции, которых у нас там 56 штук, вот достаточное количество линий электропередач 110 кВт, то есть все остаются в нашем ведении. Все структуры, которые ими управляют, это управление высоковольтных сетей, также остаются в составе НТЭКа, никто никуда не переходит, то есть все остается по-прежнему. Специалисты НТЭКа продолжат отвечать за ремонт, эксплуатацию и производить переключения. Для обычных потребителей это никоим образом не отразится. Единственное, может быть, будет лучше перспективное планирование. На нас будут теперь отражаться все нормативные документы, которые выпускаются. Ну и более пристально уже будет федеральный орган, так скажем, на нас смотреть, вот правильно ли мы делаем. До конца года совместная работа проводится в тестовом режиме, чтобы выявить возможные недочеты на начальном этапе. С января следующего года Норильск в полной мере подключится к системному оператору Единой энергосети России. Руководство компании уверено, такое сотрудничество пойдет только на пользу. Артем Тютюников, Екатерина Алексеева, Владислав Моисеев. Итоги недели. Норильский ансамбль современного эстрадного танца «Шкода» представил свои, как уже полюбившиеся зрителям номера, так и новые постановки в отчетных концертах младшего и старшего звена. Василиса – отличница, увлекается танцами и плаванием. Уже шестой год она участник Норильского ансамбля современного эстрадного танца «Шкода» и в этот раз участвует не в одном, а сразу в нескольких номерах разного жанра. У нас был танец «Цветы», там у нас был джаз, в «Бэйби» у нас был хип-хоп, резиночка или как его еще называют «Забытое детство» у нас был тоже хип-хоп и я рисую контемп. «Шкода» – это малыши, «Фристайл» – это та же «Шкода», но взрослый состав. Так или иначе, все они относят себя к одному большому коллективу. По традиции, отчетник первыми сдают младшие составы. Ансамбль не раз становился лауреатом и дипломантом городских, краевых и межрегиональных, всероссийских и международных фестивалей. Более чем за 20 лет существования танцоры заработали для ансамбля не только звание образцового, он стал эталоном среди танцевальных коллективов страны. Так накануне ребята вернулись из интересной поездки, которая благодаря заслугам «Шкоды» проходит регулярно, говорит руководитель коллектива Лилия Якупова. Это дети у нас ездили 9-10 лет в поездку. Мы ездили в Санкт-Петербург, в Москву и в Подмосковье, в Пушкино на проект «Танцевальная деревня». То есть я считаю, что вот на конкурсы каждый состав, каждый ребенок должен выезжать хотя бы раз в год. Это дает, несомненно, очень сильный рост. А для всех зрителей отчетных концертов выступления детей, несомненно, масса положительных эмоций. Ребята проявили себя на большой сцене, как настоящие артисты. На отчетных концертах «Шкоды» ребята продемонстрировали как новые номера, так и всем уже полюбившиеся старые. В общей сложности в два отчетных концерта младших и старших составов вошло около 80 номеров. Надежда Балдакова, Дарья Каменских, Александр Вуори. Итоги недели.